Здравствуйте! С вами Михаил Кириченко. Вы смотрите выпуск новостей международной группы компаний SkyWay. Согласно данному обещанию, мы держим вас в курсе всех ключевых событий, происходящих в жизни нашей организации. Мы никак не могли пройти мимо такого поистине уникального изобретения наших инженеров, конструкторов и изобретателей, как интеллектуальное струнное ограждение, которое уже практически готово и устанавливается в данный момент в экотехнопарке SkyWay. Оно является одним из ярчайших свидетельств инновационности технологий, которые предлагает проект SkyWay, и которые должны изменить в качественно лучшую сторону наше будущее. Из покон веков люди строили сооружения, служащие для защиты и обозначения границы той или иной территории. Первыми защитными сооружениями стали рвы, заполненные водой, препятствия из естественных насаждений, например, живая изгородь и заборы. Подобные артефакты имели также название городьба, изгородь, огорожа, ограда, палисад, плетень, стена, тын, чистокол и так далее. Они были глухие или сплошные и с просветами. Вот, собственно, и все основные принципиальные различия. Сначала это были примитивные конструкции из подручных природных материалов, в основном из дерева и камня. В дальнейшем, с изобретением орудий труда и освоением гончарного ремесла, стали появляться металлические и кирпичные заборы. Металлокирпичи в наши дни остаются одними из лучших строительных материалов, как самостоятельные материалы, так и в сочетании друг с другом. Появились заборы, кованые из сварных панелей, с использованием металлической сетки, из профлиста, чугунные, алюминиевые, а также разнообразные заборы из кирпича различной фактуры. И, наконец, в индустрию забора строения пришел настоящий прогресс, когда на смену примитивным сооружениям тысячелетней давности пришло интеллектуальное струнное ограждение SkyWay. Это уже не просто забор. Искусственное ограждение границ Экотехнопарка, работы над которым ведутся в закрытом акционерном обществе струнные технологии, под руководством генерального конструктора Анатолия Эдуардовича Яницкого, предназначено для обеспечения безопасности всего транспортного комплекса SkyWay. Оно станет непреодолимым механическим препятствием для непрошенных гостей, как людей, так и животных, крупных и мелких, например, зайцев, которые за одну зиму способны уничтожить все сады и зеленые насаждения. И будет это потому, что SkyWay – новая веха в развитии технологий. Интеллектуальное ограждение включает струнное заграждение, включающее в себя анкерные опоры, устанавливаемые с интервалом 300 метров, и промежуточные опоры, устанавливаемые с интервалом 15 метров. Между опорами создается защитная плоскость, включающая в себя 21 нити с проволоки диаметром 6 миллиметров. Нити, изолированные от опоры, связаны между собой декоративными планками. Для выполнения охранных функций над ограждением устанавливается рельсовый путь из высокопрочной проволоки для движения подвесного охранного модуля, представляющего собой физическую модель реального транспортного средства, производимого зао-струнные технологии, оснащенную автономным электрическим приводом, источником питания и специальным устройством для крепления оборудования различного назначения, видеонаблюдения, светового и звукового предупреждения. Помимо этого, достоин упоминания и комплекс охранного оборудования, включающий в себя радиолокационную станцию, подвесную гиростабилизированную оптико-электронную систему, выполняющую функцию видеонаблюдения и тепловизионной локации для подробной визуализации целей, стробоскопическую систему со встроенной сиреной и беспроводную систему речевого оповещения. Струнное ограждение представляет собой ряд опор, в данном случае две опоры, между которыми под большим усилием натянута проволока определенного диаметра. Но не просто натянута, значит, эта проволока устанавливается еще на промежуточные опоры. Вот, значит, далее нити проволоки соединяются определенным образом между собой, и в результате, значит, таких мероприятий мы получаем высокотехнологичную мощную конструкцию, способную выдержать, значит, большое давление в несколько тонн. То есть, можете быть уверены, что здесь, в принципе, и танк не пройдет, вот. Ну, при определенных, конечно, условиях. Вот, ну, автомобиль, это точно, трактор и так далее. Они не смогут преодолеть данные, значит, препятствия, даже несмотря на вот всю свою мощь. Поэтому вот такая вот конструкция. Дополнительную защиту объекта от проникновения обеспечивает также само струнное заграждение, нити которого используются для обеспечения работы системы емкостного контроля, функционирование которой основано на измерении изменения электрической емкости между конструкцией заграждения и землей. Прикосновение или даже приближение к ограждению вызывает изменение емкости и приводит к срабатыванию системы. Еще одним препятствием для нарушителя будет являться струнное ограждение, сконфигурированное в виде электрошокового поражающего средства. Для этого используется специальная электрошоковая система, подключаемая к определенному числу струн заграждения. Не факт, что электрошок будет использоваться в экотехнопарке, но такая возможность предусмотрена. Управление работой составных частей комплекса автоматическое и производится с помощью специального сервера охраны. Именно поэтому ограждение SkyWay и называется интеллектуальным. Передача данных внутри комплекса может осуществляться по локальной вычислительной сети Ethernet, в том числе по оптоволоконным и беспроводным каналам, что обеспечивает гибкость в построении системы охраны объектов любой протяженности и конфигурации. Давайте посмотрим, что бывает с достаточно современными системами охраны при возникновении нештатной ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В случае с интеллектуальным струнным ограждением SkyWay подобное развитие событий будет невозможным. Оно будет вандалоустойчивым и сможет противостоять механическому воздействию не только человека или техники, например, грузовика, но и самого свирепого динозавра. Произойдет это потому, что 6-ти миллиметровая струна имеет предельное напряжение на разрыв порядка 3-х, а то и 5-ти тонн, а их там будет 21. Следовательно, существо, которому будет под силу проникнуть на территорию экотехнопарка или любого другого объекта SkyWay, должно весить порядка 100 тонн. Для справки, вес слона порядка 6-7 тонн, а единственным существом с подобной массой является синий кит-полосатик, но они по земле не ходят. Когда же сила сопротивления струнного ограждения превысит таковую воздействующую на него давление, оно распрямится, как тетива, и любой объект, пытающийся проникнуть на территорию SkyWay, будет им отброшен, подобно стреле из лука. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями на официальном сайте международной группы компаний SkyWay по адресу rsvdfsystems.com Присоединяйтесь к нашему проекту. Наше предложение не касается только тех, чей IQ ниже, чем у интеллектуального струнного ограждения SkyWay. Строй SkyWay! Спасай планету! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова